Уважаемые участники вебинара, немножко встопорченные после урока в школе. Итак, если меня хорошо слышно, я надеюсь, что все в порядке со связью. Да, плюсики в чате появились, спасибо. Ну тогда начнем сегодняшний вебинар. А заглавила я его так. Сервисы для исследовательской работы в школе и в библиотеке. Я попыталась вычленить, выбрать несколько разноплановых онлайн-сервисов, бесплатных или с хорошими возможностями, которые позволят их использовать в исследовательской работе как в школе, так и в библиотеке, тем более это сейчас актуально в условиях дистанционного обучения. Если говорить вообще об исследовательской работе, об исследовании, учебном исследовании, исследовании в стенах библиотеки, то, как правило, это решение какой-то проблемы, исследовательской задачи. Заранее неизвестным ответом. Вот в центре как раз проблема. По этой проблеме участники исследования собирают материал, обобщают, выдвигают какие-то гипотезы, анализируют предложенные данные, ну а затем представляют эти все результаты. Вот на всех этих этапах работы с исследованием есть онлайн-инструменты, которые позволяют эту работу организовывать, переносить ее в дистанционные формы, делать ее более интересной, более визуальной, более яркой. Вот я по каждому этапу выбрала три интересных инструмента, вот о них и расскажу. Итак, начинаем с самого начала. После того, как мы определились с проблемой, начинается сбор материала, который необходим нам для решения задачи, для анализа проблемы. Для сбора материалов хорошо пригождаются онлайн-сервисы, так называемые виртуальные доски, которые позволяют собрать сразу много разнопланового материала. Может быть, он еще и не структурирован, но на этапе мозгового штурма, на этапе сбора информации виртуальные доски как раз очень незаменимы инструменты. Во-первых, потому что чаще всего эти сервисы предоставляют функцию совместной работы, и вы можете организовать работу с каким угодно коллективом, будет коллективное творчество. Плюс эти виртуальные доски, они позволяют предоставлять доступ даже без регистрации. Это тоже большой плюс, поскольку участники регистрироваться не любят в тысячу онлайн-сервисов, поэтому это тоже хороший повод воспользоваться. Три онлайн-доски я выбрала для своего рассказа. На мой взгляд, вот они самые эффективные будут для работы. Ну, опять-таки, это мой личный взгляд. Вы можете со мной согласиться, можете нет, но расскажу о трех основных инструментах. Первый сервис Миро, раньше он назывался Real-Time Bot, виртуальная доска со множеством инструментов. Она предоставляет возможность структурировать сразу информацию по шаблонам. Там можно создавать на основе шаблона вот такие вот стикеры в виде стикеров стены. Можно в виде ленты времени создавать, собирать информацию. Можно как-то стрелочками ее структурировать в виде схемы. Но вообще можно начать с нуля без всякого шаблона. Вы получаете просто обычную доску, белую, бесконечную. Она бесконечная, действительно, ее можно пролистывать. На ней можно стирать информацию, добавлять новую. И в этом смысле довольно функциональный инструмент. Сами инструменты располагаются слева и внизу. По кнопочкам понятно, что можно сделать с этой доской. Во-первых, конечно, писать тексты, буковка «Т», добавлять стикеры, обводить тексты в рамочки, рисовать стрелочки. Дальше есть возможность загрузки. Картинки можно загружать и PDF-документы. Кнопочка со стрелкой вверх для загрузки. Кроме того, здесь есть возможность еще и дополнительные в ходе работы. Вот они внизу, как раз эти инструменты собраны. Там есть возможность просмотреть виртуальную доску в виде презентации, открыть чат для обсуждения. Например, что еще можно? Можно поделиться с экраном, с другими пользователями. Сейчас Miro очень хорошо используется для дистанционного обучения. Оно идет в наборе с знаменитым Zoom и Miro туда же. Miro работает как с интерактивной доской, так и в обычном формате, с компьютера. Вы можете выводить это на интерактивную доску, а можете просто дать ссылку участникам, и участники будут самостоятельно с этой доской работать, добавлять вам информацию. Хороший вариант для дистанционного обучения – можно даже в режиме онлайн это делать. То есть в определенный момент все участники заходят по ссылке, и работа закипела. Каждый добавляет то, что хотел добавить, и по ходу в чате можно общаться и комментировать. Скопировать – это если вы вручную что-то будете копировать, то да, можно. Есть возможность насчет копирования. Вот хороший вопрос на самом деле. Никогда не задумывалась, можно ли результаты все эти скопировать. Но обычно, как правило, это просто для сбора информации. Специальной кнопки для копирования здесь нет. Поэтому вы можете какую-то информацию только если вручную скопировать. Пожалуй, так. Потому что на основе того, что предоставляет сервис, такой опции я здесь не нашла. Но эта доска за вами сохраняется. Вы можете получить на нее ссылку и можете ее вставить на страницу сайта и блога, например, у себя. И таким образом вы ее сохраните в режиме онлайн. К сожалению, тут, чтобы на ней работать, на этой доске, да, можно отскриншотить, конечно. Если вам очень надо какие-то фрагменты этой доски. Плюс то, что она у вас будет постоянно за вами числиться, вы можете к ней вернуться в любой момент. Она никуда не исчезает. В социальной сети ее можно вставить в виде ссылки. А вот готовым таким вот окошечком ее можно на страницу сайта и блога вставлять по коду. Но МИРО, к сожалению, да, можно поделиться на страничке Фейсбука. В том числе там есть кнопочка для того, чтобы делиться в Фейсбуке, например. Единственное, что МИРО просит все-таки регистрацию. Вот единственный недостаток здесь увидел, то, что участников, если вы будете приглашать им, хотя бы минимальную регистрацию надо пройти. Не всем это может понравиться, но когда один раз зарегистрируешься, потом уже можно бесконечное число раз на этой доске работать. Что еще можно об этом сказать? Что-то забыла, совсем поторопилась. Ну ладно, если что-то вспомнят, походу уже добавлю информации. Итак, МИРО. Другой инструмент, которым я пользовалась чаще, все-таки МИРО для меня пока немножко в новинку. Раньше он назывался Real-Time Bot. И все, что я там создавала, оно с переименованием сервиса погибло. Поэтому ссылку вам не могу показать. Ну вот, например, доска Padlet. Вот она одна из долгожителей в этом сегменте. Очень хорошая и тоже виртуальная доска. И тоже бесконечная. На нее можно добавить тоже неограниченное количество материала. Вы можете настроить эту доску по своему вкусу. Можно сюда приглашать только по электронной почте, а можно предоставить доступ всем просто по ссылке. Выбирайте уже, как вам более удобно. Вот такое получается поле. Можно его закрасить в какой-то цвет, можно оставить белым. Ну да, мне Padlet тоже нравится. Считаю довольно удобным инструментом ее. Кроме того, она еще и на русском языке. Хотя вот здесь кнопочки по-английски демонстрируются. На самом деле она русскоязычная. В ней немножко попроще работает. Открываете три кнопочки, нажимаете, и дальше выпадает список всего того, что можно на эту доску добавить. Самая главная кнопка здесь «Загрузить» – это вы со своего компьютера загружаете информацию, например, картинки. А кнопочка «Link» позволяет добавить информацию по ссылке. Например, видео с YouTube можно загрузить. Кроме того, здесь можно еще карты добавить, можно рисовать, можно добавить голосовое сообщение, можно что-то из Google добавить. Например, найти картинки, видео по Google поиску. И любую другую информацию. «Падлит» очень хорошо у нас работал, в смысле, когда нужно было собрать много самой разноплановой информации. Не просто тексты и картинки, а вот самые разные – и видео, и аудио, и может быть, что-то еще подписать, подрисовать. Поэтому вот выбирали «Падлит». А ссылку я вам отправила на интересную работу. Она немножко, может быть, и не исследовательская, в строгом смысле слова. Это виртуальная выставка, созданная библиотекарями на доске «Падлит». Ведь можно такую коллективную работу сделать, например, с учащимися в классе, создать какую-то виртуальную выставку чего-либо. Например, «Моя любимая книга» или какие-то интересные видеоролики, каждый запишет и представит их на доску «Падлит». В этом смысле для коллективной работы – это очень хорошая вещь. И «Миро», и «Падлит», к сожалению, сейчас очень сильно урезали свой функционал в количестве досок. Раньше было 5, теперь осталось 3. И там и там только бесплатно можно 3 доски создать. Но единственное, что да, можно удалить что-то ненужное и создать что-то нужное, либо завести второй аккаунт просто со второй электронной почты и дальше продолжить работу. Инструмент, который не ограничивает количество досок, «Линоид» он называется. Я вам сейчас несколько ссылок отправлю сначала «Чужих», а потом покажу, что вышло у меня. Но чаще всего «Линоид» сейчас используют для различных творческих работ. Вот, например, творческие работы детей. Это вот младшие школьники представляют свои картинки, творческие работы – очень хорошая вещь для как раз представления своего творчества. Точно так же можно какие-то исследовательские вещи собирать. Смысл этой доски в чем? Она тоже бесконечная, тоже виртуальная. Вы тоже можете ее настроить. Она может работать как по электронной почте, так и всем желающим по ссылке без регистрации. Выбираете вверху, заходите на доску, выбираете вверху стикеры, четырех цветов любой, и на этом стикере можно написать любую информацию. Плюс дополнительно прикрепить туда иконку можно, добавить теги, перекрасить, изменить шрифт и добавить ссылку, если нужно. Дополнительно внизу еще несколько кнопочек для добавления картинок, видео и ссылок со специальной скрепочкой. Это все тоже можно добавить на доску. По сравнению с Padlet, конечно, она не такая функциональная. Здесь нет возможности добавить, например, аудио, документы подгрузить и что-то другое тяжеленькое сделать. Но для быстрых мозговых штурмов отличные инструменты, к тому же он не ограничивает в количестве виртуальных досок. Здесь их можно создать столько, сколько захотите. Ну, вот как я это использовала в 10 классе. У нас была тема «Отцы и дети». И мы собирали информацию о Базарове. Нужно было для сочинения создать такой банк цитат, который бы характеризовали Базарова. Я создала вот эту виртуальную доску, и они туда собирали свои цитаты. Их там не очень много, это был пробный шар. Но, тем не менее, вот маленькая такая исследовательская работа по книге. Почему нет? Так что вот как раз для сбора информации отличные все три инструмента. Надо просто посмотреть каждый, попробовать, что вам больше понравится, то, наверное, использовать в работе. Идем дальше. Но дальше, после того, как мы собрали всю эту информацию, надо теперь как-то ее обобщать, каким-то образом ее представлять. Особенно, если дело касается каких-то фактов, каких-то цифр, какой-то вот такой точной информации. Здесь нам на помощь приходит инфографика. Инфографика – это графическое представление информации о каких-то предметах и явлениях. Цель здесь – передать сложную информацию, но просто и понятно для читателей, для зрителей, кто ее видит. Графики, диаграммы – все-таки это немножко сложновато. Столбики разные, вряд ли это увлекательно рассматривать. А вот инфографика и ту же самую информацию умеет представлять более интересно, более образно, скажем так. Здесь самая главная картинка – визуальный ряд. Ну и небольшие текстовые изображения. В идеале инфографика, она примерно такая. Здесь минимум текста, максимум изображений, и все это выполнено в одном стиле, каким-то образом это все подано интересно, что называется вкусно, чтобы это вызывало интерес у зрителей и у читателей. Самую простую инфографику можно далеко не ходить, сделать прямо в PowerPoint. Я когда-то, когда у меня не было доступа в интернет, я вот так экспериментировала с инфографикой. Вот все, что вы видите сейчас на экране, это сделано буквально минут за 10-15. Надо было срочно на основе статистических данных создать несколько слайдов для презентации по принципу инфографики. Я их сделала в PowerPoint. Использовала минимальные картинки, иконки, заливки, шрифты и обводки, рамочки. В общем, ничего сложного в этом не оказалось. Более сложный пример, сейчас я вам ссылку отправлю. Это вот такое, больше похоже уже на исследовательскую работу. Это у меня биологическая инфографика про животные Меркульского севера. Тоже сделано в PowerPoint. Только там слайды перевернуты уже вертикально. Ну, это вот, что называется, на безрыбье. А если более сложные какие-то инструменты посмотреть на их возможности? Ну, опять три инструмента на ваш выбор. Первый – Wingage. Это инструмент, почему я его на первый план поставил? Потому что он русифицированный. Он на русском языке. По надписям здесь все понятно. В общем-то, все вот эти инфографические сервисы, они строятся примерно по одному принципу. Достаточно освоить один, с другими будет проще. В центре шаблончик для инфографики вы можете выбрать один из ста. Здесь более ста бесплатных шаблонов. Выбираете их много. Сразу предупреждаю, там часа два придется все это листать и рассматривать. Но после того, как вы определились, открываете шаблон, там уже внутри что-то написано. Вы стираете ту информацию, добавляете свою. Далее слева находится список инструментов, что можно добавить в инфографику. Тексты, иконки. Есть библиотека иконок уже внутри самого сервиса. Какие-то вот такие картинки маленькие. Если хотите, можно загрузить что-то свое. Здесь есть кнопка для загрузки. Называется она «Импорт изображений». Можно диаграммы добавлять. Бесплатно здесь доступна только карта мира, к сожалению. Вот по поводу карт здесь не очень хорошо. Но бесплатно можно диаграммы добавить, изображения, фотографии, рамочки, разные значки. Есть еще дополнительная кнопка, которая называется «Интерактив». Она позволяет добавить внутрь инфографики видео с YouTube, таблицу с данными, например, Google табличку можно вставить, и опрос для читателей даже создать, если хотите, если это необходимо. Получается такая уже интерактивная инфографика. Что можно по итогу с этим совсем сделать? Ссылку, во-первых, получить на инфографику. Можно ее встроить на страницу сайта и блога. Есть код для встраивания. Вы можете, конечно, сохранить как картинку. Специальной опции нет – скачать. Ну, извините, что я не очень увлекательно рассказываю. Можно скачать, вернее, наоборот. Скачать-то нельзя, а можно заскриншотить себе эту инфографику. Если захотите, ну, и вставить ее на страницу сайта и блога. Поэтому хороший инструмент, если вы впервые начинаете изучать инфографику, попробуйте, он на русском языке, и все будет довольно просто. Посложнее инструмент – ВИСМИ. ВИСМИ сейчас отправлю… Ой, забыла вам ссылку. Сейчас отправлю ссылки сразу, чтобы не скучали, рассматривали ссылки. Так, вот ВИНГЕЙЧ, пожалуйста, ссылка. Посмотрите. Я сразу несколько добавлю. Здесь есть и моя, и не моя. Какие вам больше понравятся. Пожалуйста. Итак, ВИСМИ. ВИСМИ чуть-чуть посложнее будет, потому что он на английском языке, но у него больше функционал. Если вы ищете какой-то хороший такой функциональный сервис, то вот, пожалуйста, вот он ВИСМИ. Мне понравился. Чем понравился? Ну, во-первых, здесь тоже есть шаблоны. Правда, их чуть-чуть поменьше. Вообще ВИСМИ он не только делает инфографику, он еще делает презентации, картинки для соцсетей, афиши, разные постеры. Поэтому, если вам нужны какие-нибудь визуальные эффекты интересные, то в ВИСМИ можно посмотреть их. 16 бесплатных шаблонов, но можно с нуля создать. Можно создать даже многостраничную инфографику, как презентацию можно перелистывать. Все то же самое. С левой стороны инструменты для создания инфографики, по центру сам шаблон. Заполняйте его своим содержанием, добавляйте, можно добавлять картинки, опять-таки, можно из библиотеки, можно свои загружать. Можно диаграммы и графики, можно видео из Ютуба добавить, и можно даже встраиваемые объекты сюда добавить. Презентации, слайд-шоу, другие какие-то элементы, которые захотите. Еще есть дополнительная... Ой, извините. Есть еще дополнительная опция. Это опция анимации. Можно любые объекты здесь анимировать. То есть она будет выезжать, вылетать, какие-то тексты, какие-то картинки, может быть, если захотите. Плюс еще можно добавить звуковой фон к инфографике. Я, правда, не знаю, не понимаю смысла. Он может скорее отвлечь, чем привлечь. Но, тем не менее, здесь 5 бесплатных музыкальных треков, можно ее озвучить. То есть открываешь инфографику, начинает играть музыка. На этом фоне ты ее просматриваешь. В общем, интересно, необычно. Можно получить опять код, можно ссылку, можно вставить на страницу сайта и блога. Необычность. Единственное, опять минус, и там, и там, и в Венгейче, и в Висме – это, конечно, ограничения по бесплатным тарифам. Они все жестче и жестче становятся. И там, и там можно создать в Венгейче, и в Висме раньше было 5 инфографик. Да, 5, все правильно. Пока не поменяли. Но 5 инфографик бесплатно можно создать. А если заходите побольше, то придется второй аккаунт, конечно, заводить. И так, идем дальше. Самый функциональный, на мой взгляд, инструмент вот этот. Называется он Genially. О нем я говорю очень часто и много. На сегодняшний момент он максимальные возможности предоставляет для создания интерактивного контента. Здесь можно создавать и презентации, и интерактивные плакаты, и красивые картинки, ну и в том числе инфографику. Но на английском языке, к сожалению, здесь бесплатных шаблонов не 100, поменьше 30, зато количество инфографик здесь не ограничено. Здесь вообще пока нет ограничений по количеству работ. Вы их можете создавать столько, сколько захотите. У меня уже тут более десятка, наверное, созданных, самых разных. И презентации, интерактивных плакатов очень активно им пользуюсь и очень рекомендую. В чем интерес этого сервиса? В принципе, возможности первоначальные очень похожи. Здесь тоже можно добавлять и картинки, и видео с YouTube можно добавить, и из библиотеки сервиса что-то взять. А дополнительно здесь есть еще возможности анимации. Любые объекты можно анимировать, они будут уезжать, отъезжать, светиться, переливаться, двигаться каким-то образом. Но самое главное, да, в браузере Chrome совершенно с вами согласна, можно перевести на русский язык, собственно, как любые иноязычные сайты. Щелкайте правой клавишей, если у вас Chrome стоит, и выбирайте перевести на русский. После этого все будет немного проще. Вот. Забыла сказать, что здесь самое главное, отличие от всех предыдущих сервисов, в интерактивных кнопках. На своей инфографике вы можете расставить интерактивные кнопки или метки, и у вас инфографика будет уже напоминать интерактивный плакат. Вот я вам ссылку отправила, там если навести на северного оленя, на гагу и на горностая, это интерактивные кнопки. Они откроют вам страницу сайта, где о каждом из этих животных рассказывается более подробно. По сути, инфографика здесь превращается уже в интерактивный плакат. Вы можете дополнительную информацию прикрепить к любому тексту и к любой картинке, и насыщенность инфографики будет в разы больше. То есть вы еще много дополнительной информации сюда можете вставить. И ссылки на видео, и на аудио, и ссылки на презентации можете добавить просто на страницы Википедии, да вообще любых других сайтов. Здесь количество этих интерактивных меток вообще никак не ограничено. Так что очень рекомендую, очень интересный и функциональный сервис. Пока бесплатный, поэтому пользуемся. Далее. Инфографика – это все, конечно, отлично, только чаще всего там нет функции совместной работы, за исключением Genial. Вот в Genial совсем недавно появилась эта функция совместной работы. Вы можете пригласить других участников по электронной почте, им нужно будет зарегистрироваться. А вообще, если вы планируете что-то большое, коллективное, творческое дело, то можно попробовать даже не с инфографики начать, а попробовать создавать ментальные карты. Их еще называют интеллект-карты. Это очень удобный способ структурировать собранную информацию. Если пока инфографик, там все-таки нужно придумать какой-то визуальный ряд, какие-то картинки придумать, продумать, ментальные карты в этом смысле будут попроще. Здесь самое главное – структурировать информацию от общего к частному. Ну вот, например, ментальная карта по книге Бажова. В центре обложка книги, а дальше разветвлениями идут информации о героях, о жанре, о дате создания, авторе и тому подобное. Поэтому ментальные карты можно тоже попробовать. Большой плюс – они, как и виртуальные доски, почти все идут с функцией совместной работы. Поэтому можно работать в дистанционном режиме, очень отлично с ними. Ну, что я предлагаю посмотреть в этом разделе? SpiderScribe – такой незаслуженно забытый сервис. О нем мало говорят, но мне нравится. Он может быть не с очень большим функционалом. Если вы посмотрите, то он похож на тоже на виртуальную доску. По центру располагается информация. Это может быть тексты, картинки, карты. Можно даже из календаря добавить какие-то даты. Ну, а далее они соединяются между собой стрелочками, структурируются, что, зачем и как. Чаще всего одно что-то центральное, а от него разветвлениями схема в разные стороны двигается. SpiderScribe – вообще-то платный тариф, но у него есть бесплатный для некоммерческого использования. Если регистрироваться надумаете в нем, то выбирайте именно его для некоммерческого использования, и тогда у вас не будет ограничений ни по количеству работ, ни по количеству участников в этой работе. Но да, очень много сервисов все еще продолжают требовать флеш-плеер, так или иначе. Поэтому, может быть, да. Но здесь большой плюс, что нет ограничений. А вот в других сервисах они есть. Mindmeister. Вот здесь уже есть ограничения, хотя он очень такой предельно простой. Здесь всего две кнопочки. Genial, как перевести на русский, но я думаю, гениальный. Сейчас опять две ссылки вам отправлю на две ментальные карты, чтобы вы представили, как это выглядит на самом деле. Тоже практически та же виртуальная доска, но только здесь вы уже структурируете информацию, не просто ее набрасываете, а как-то ее в виде схем структурируете, располагаете в нужном порядке. Mindmeister – сервис для создания интеллект-карт. Три карты можно бесплатно создать. Здесь всего две кнопочки. Кнопка с плюсом добавляет объекты на виртуальную доску, и кнопочка со стрелочкой добавляет связи между элементами. Можно добавлять тексты, картинки, можно свои загружать, можно по ссылке, иконки, и видео с YouTube можно добавить, ну и гиперссылки. Ко всему этому прикрепить. Здесь большое количество оформительского. Вот я как раз правая сторона открыла, там можно и шрифт менять, и заливки делать, и рамочки обводить. Дополнительно красивость придавать всему этому. Mindmeister совсем недавно переведен на русский язык, поэтому пользоваться стало намного проще. Вы можете приглашать участников по электронной почте, они будут присоединяться к вашей ментальной карте и совместными усилиями обрабатывать с ними информацию. Ну и его брат-близнец практически Миндома. Тоже интересный сервис, и тоже практически один в один, как предыдущий. Отличаются просто минимумом. Тоже три карты дает бесплатно сделать. Немножко другой интерфейс, но кнопки все те же. С плюсиком добавляют объекты со стрелочкой связи между ними. Что можно добавить? Можно добавить картинки, видео, тексты, гиперссылки. Дополнительно там можно еще комментарии добавлять. Тут есть даже чат для совместной работы. Если вы в онлайне работаете, вот в определенный момент запланировали работу, там можно еще и чатиться по ходу создания вашей ментальной карты. Вот это тоже неплохой инструмент для структурирования информации. Во всех трех сервисах вы можете получить ссылку на вашу ментальную карту и вставить ее на страницу сайта и блога, либо так вот делиться в социальных сетях по электронной почте. Вот. Идем дальше. Genial, я думаю, переводится как «гениальный» на русский язык. Ну, мое предположение. Ну, теперь давайте посмотрим на способы представления информации. Когда вся информация собрана, структурирована, когда ее много, и надо ее красиво как-то представить, изобразить, есть разные варианты в зависимости от вашей информации, которую вы собрали в ходе вашей исследовательской работы. Если вы, например, работаете по биографии, по каким-то историческим событиям, у вас, допустим, историческое исследование, либо вы изучаете жизнь и творчество каких-нибудь известных людей, то тут, собственно, можно обратиться к лентам времени, например. Создать ленту времени, расположив на вот такой шкале отсечки временные и прикрепить в каждой отсечке дату события с дополнительной информацией. Это может быть либо картинка, либо текст описания, либо, может, видео, карта. Ну, в зависимости от сервиса. Здесь тоже есть много интересных инструментов. К сожалению, тоже большинство из них платные. Я выбрала самые-самые бесплатные или самые-самые интересные. Ну, опять три штучки. Итак, Time Toast. Это самый долгоиграющий сервис. Если ищем что-нибудь такое стабильно работающее, то вот это он. Я его помню даже с 2010 года, то есть он уже практически десяток лет уж точно работает и хорошо работает, даже поменял немножко интерфейс и стал даже лучше выглядеть, чем раньше. Там может быть с загрузкой что-нибудь, если не открывается ссылка. У меня все не открывается, я все проверила перед вебинаром. Можно скопировать ее и вставить просто в браузер, посмотреть, что будет, если она из чата не открылась. Ну, вот Time Toast – сервис, который создает простые ленты времени. Здесь тексты и картинки в основном добавляются на вот эту шкалу. Можно просматривать ленту времени в двух форматах. По умолчанию будет обычная, горизонтальная. Внизу есть переключатель. Можно переключить в режим «Лист», и тогда у вас будет вертикальная лента времени. И так и так можно смотреть. Как это все работает? Она предельно простая. Вы сначала ее создаете, конечно, придумываете название, а дальше добавляете на эту ленту времени события. Они называются «Ивенты». «Ивент» переводится как «событие», так и есть. «Тайтл» – это название события, «Дескрипшн» – это его описание. Здесь можно текстовый фрагмент вставить до 500 знаков, плюс добавить ссылку можно сюда же, внутрь этого текста, если захотите. Дальше обязательно привязываем к дате. «Дата» – это обязательный элемент. Здесь можно прописать только год, не обязательно все полностью, но если хотите, то есть и день, и месяц, и год. Можно переключить рычажок и поставить дату до нашей эры. Ну и дальше к этой дате прикрепляем фотографию. Либо ее загружаем, либо меняем, если она нам не понравилась. Ну и после этого создаем событие, оно у нас появляется на ленте времени. Если у вас в основном ваша исследовательская работа была для собирания текстов и картинок, то это вот хороший вариант. «Тайм-тоуст». Если вы хотите «Тайм-тоуст» встраивать, то, к сожалению, он монетизировался и закрыл сейчас опцию «Встраивание». Сервис, да, хороший, его по ссылкам можно делать. Я делала так. Я делала скриншот ленты времени, вставляла на сайт и к этому изображению привязывала ссылку. То есть щелкая по картинке, люди открывали ленту времени в другой вкладке. Ну вот таким образом хитрым пришлось вставлять. Ну вот, опции для просмотра. Опция для совместной работы. Да, тут есть такая опция, она бесплатная, можно пользоваться, коллаборейт она называется, или на то время можно совместно делать. Можно распечатать принт. Я, правда, не пробовала, в каком формате это получится. Ну а можно делиться ссылкой в социальных сетях, ее скопировать. К сожалению, код для встраивания сейчас… Для встраивания код сейчас не работает. MBT – это только для платных опций. Ну давайте посмотрим, где можно что-то встроить. Вот таймграфикс, например. Он позволяет встраивать на странице сайтов и блогов, дает и ссылки, и коды. Но давайте сначала про плюсы все-таки. Из плюсов здесь то, что это сервис на русском языке, и вообще его создатели – это наши соотечественники. Здесь все на русском, здесь все понятно, здесь есть справка тоже на русском языке. Можете обратиться в техподдержку, они, кстати, отвечают и помогают, если что-то не так, я пробовала. Все очень просто. Вы регистрируетесь, открываете серое поле, вот такое вот темно-серое. Там некая шкала времени с отсечками. Вы просто щелкаете в любое место этой шкалы, в какое захотите, и выбираете один из элементов, которые вот в кружочек здесь расположились. Самое главное из всего этого – это события. Вот как раз лента времени будет состоять из событий или какой-то период времени, если вы хотите изобразить там несколько месяцев, то можно вот эти две кнопки, это самые, наверное, здесь хорошие. Все остальные кнопки, они больше для бизнес-графиков, доля, статистика. Если вы что-то статистическое будете создавать, то вот, пожалуйста, здесь есть опция такая для добавления статистики. Но мы выберем самый простой вариант – это добавление событий на ленту времени. Вот карточка событий. Оно появляется, вот зелененьким оно появилось на ленте времени, а дальше его карточка открывается. Вверху четыре иконки – это то, что можно прикрепить к событию. Фотоаппарат – это картинка. Ну, не может быть. Нет, ссылки должны открываться. Ой, что-то я перелеснулась. Ну, в любом случае, если ссылки не открываются, они все внутри моей презентации. Если вы ее скачали, то они там все есть. Вот из презентации-то по-любому они должны открыться. Да, может быть, что-то и блокируется, на самом деле, если ссылки не получаются. Итак, тайм-график. Вернемся назад. Отвлеклась немножко. Итак, иконка с фотоаппаратом – это добавление картинки. Иконка с значком «Плей» – это из YouTube. Видео можно добавить по ссылке. И дальше третий значок – это карта. Четвертый – то, что с замочком – это платная опция прикрепления документов к событию. Но документы крепить нельзя, все остальное можно. События называете, описываете, дату проставляете. Там все на русском языке, все понятно. Год, месяц, день, даже вплоть до часов и минут. Дальше чуть-чуть оформительских возможностей. Положение на ленте сверху, снизу. Дизайн в виде кружочка, прямоугольника, квадратика. Цвет можно поменять, если вам черный не нравится или зеленый. Все это оформляется. Ну и дальше нажимаете «Сохранить», и у вас событие сохраняется. Переходите к следующему, и по аналогии все так и работает. Дополнительно я вот с левой стороны открыла карту. Как и здесь карту добавить? Тут еще проще все. Открывается поисковая строчка. Вы туда вписываете название населенного пункта, нажимаете «Поиск». Карта Google, поэтому ищется все очень быстро и добавляется точно так же. У вас получается событие. К одному событию вы можете прикрепить и фотографию, и видео, и карту. Все вместе, если захотите. Ну и далее создаете следующее событие и так далее идете. «Группировка событий» тоже интересная здесь опция. Вы можете сгруппировать несколько событий в одно общее явление. Ну, например, у вас там ряд событий объединены одним героем, одной персоналией. Можно вот такой рамочкой их объединить. Выбираете опцию «Группировка событий». Выбираете два события, которые нужно объединить. Они объединились. К этой группировке вы точно так же можете добавить и картинки, и видео, и все остальное. Ой, извините. Презентация прыгает у меня. Так. Теперь о минусах. Тайм-график. Тайм-график, к сожалению, очень сильно монетизировался. Хотя они обещают, что расширят свои возможности, пока этого нет. Всего одна лента времени, к сожалению. Но зато здесь есть возможности совместной работы. Есть, опять-таки, опция «Пригласить участников», и вы можете совместно что-то с ними сделать. Кстати, служба техподдержки довольно отзывчивая. И если у вас какой-то очень серьезный и важный проект, вы можете попробовать туда написать. В некоторых случаях они откликаются и предоставляют на какое-то время, на определенный срок, расширенные возможности. Мне, например, буквально на полгода дали попробовать в этом сервисе поработать, и вы за что большое им спасибо. Так что, если что, обращайтесь. Это, в общем-то, очень неплохой инструмент, на мой взгляд. Тики-токи. Еще один очень необычный инструмент. Он представляет ленты времени в виде обычном и в виде 3D. Сейчас я ссылок опять вам добавлю. Тайм-график забыла вам. Ссылки, вот, пожалуйста, смотрите. Несколько ссылок тут на разные области. И про великие открытия 20 века, и про великих флотоводцев, и по литературе сейчас еще одну добавлю, чтобы вам было интереснее. Походу попробуйте. Должно все работать. Это что касается тайм-графика. Теперь про тики-токи. Тики-токи – интересный инструмент. Он самый необычный, пожалуй, в этом ряду. Немножко придется время потратить для его освоения. Но, наверное, оно того стоит. Вот ссылочку, чтобы вам было понятнее. Вы открываете ссылку, попадаете на страницу сайта с лентой времени. И там есть три варианта просмотра истории. Вы можете просто перелистывать карточки с событиями, как презентацию листать. Можете их закрыть и смотреть на ленту времени. Там отсечки с событиями будут. А можно внизу нажать на кнопочку 3D. Она будет с левой стороны внизу, в самом углу. И тогда у вас лента времени предстает в виде такой тропинки, которая уходит вдаль, дорога. И вы по ней можете перемещаться, листать мышкой своей. И от одного события к другому. То, что вам нравится, щелкайте, оно открывается для вас. Вы знакомитесь с информацией. Очень необычно и интересно представлены события. Самое интересное, что здесь не ограничено количество событий. Если, например, в тайм-графике там можно только до 30 событий создать, то на тикет-токе вы можете бесконечное количество событий создавать. Сервис производит впечатление сложного. На самом деле, не такой уж он и сложный. Сначала регистрируйтесь, как обычно, придумываете свою ленту времени, задаете временные отсечки, с какого периода, по какой вы будете охватывать события. Ну, а далее вот такая история открывается. Есть все обучалки по всем сервисам внутри самой презентации. Так что про все, что я говорю, про все есть. Итак, тики-токи. Вот это административная панель. Я загрузила стартовую картинку на фоне нее, и будет лента времени у меня крутиться. Нажимаем «Создать историю». Здесь на английском языке, но опять-таки через Google переводчик все переводится. Я пробовала, все очень хорошо читается, так что можно сначала все перевести. Вот эти черные подсказки – это на самом деле очень полезная информация. Здесь вам будут подсказывать, что и как, куда вставляется. Административная панель с левой стороны. Вы создаете события, а дальше открывается карточка вашего первого события, которую вы заполняете информацией. Фильмографию хотела уложить на ленту времени, нужно все заготовить заранее или постепенно добавить информацию. А это как вам удобно. Ваша лента времени может даже в недоделанном виде лежать на вашем личном кабинете. Вы в любой момент можете зайти и ее отредактировать. Так что, если хотите, вы можете постепенно добавлять информацию. Здесь неограниченное количество времени, вам никто не запрещает в любой момент отредактировать. Итак, немножко съехала при форматировании презентации моя красная рамочка, но чуть выше красной рамочки теперь вся самая важная информация. Это карточка события, только она здесь называется «Стори». История. Вот несколько вкладок, которые отвечают за информацию. Первая вкладка называется «Basic Info» – «Базовая информация». Это название события, и это дата события. И плюс маленькая краткая аннотация, буквально там одно-два предложения. Вот все, что помещается на всплывающей карточке. Внизу вот эта всплывающая карточка, там четыре строчки поместилось. Вот это и есть аннотация. То есть это такая завлекаловка для тех, кто будет просматривать вашу ленту времени. Если их аннотация заинтересовала, они щелкнут по карточке и откроют все целиком. Обязательно дату нужно проставить. Дальше внизу есть кнопочка «Link», ссылка. Если хотите на веб-ресурсы, на какие-то, либо на информацию на других сайтах, можно скопировать сюда ссылку. Дальше идет вкладка «Медиа». В «Медиа» вы добавляете картинки и видео можно добавить. Обратите внимание, пожалуйста, тикитоки не очень любят YouTube. В том смысле, что с YouTube можно добавить сюда только видео, которые доступны всем. Если у вас видео, которое с ограниченным просмотром, допустим, там. Ну вот у меня проблема была с сайтом Мосфильма. Я хотела фильм сюда добавить в ленту времени, Мосфильмовский. А они ограничили встраивание своих фильмов. Нельзя на другие сайты их встраивать. Поэтому у меня черное окно получилось. Перед тем, как вставлять сюда видео, надо проверить, можно ли встраивать на сторонние сайты видео с YouTube. Потому что здесь очень скрупулезно относятся к авторскому праву. Вот Мосфильмовский фильм мне загрузить не удалось. Обычные видеоролики, которые не ограничены в распространении, сюда очень легко вставляются по ссылке. Это вкладка «Медиа». Ну, вкладку «Текст» можно пропустить, она не обязательно. Это ключевые слова, чтобы вашу ленту времени нашли, если вы хотите. Легко записываться. А, ну, можно, можно, конечно. Если вы загрузите его на YouTube, на свой канал, то вы можете сделать все, что хотите со своим видеороликом. Ну и, наконец, «Экстра инфо». Это уже текст полностью. То есть, вот там мы написали только маленькую аннотацию из двух предложений. А здесь уже полностью весь текст можно написать так, как считаете нужно. Щелкает, когда читатель по карточке события. Текст открывается, картинки просматриваются, ссылки работают. Сохраняете, переходите к следующему событию. Тут самое главное не забыть «Сохранить» кнопкой «Save». Я так промахнулась пару раз, события исчезли. Поэтому обязательно «Save» после каждого создания. Вот, пожалуй, все с этим сервисом. Единственное, что здесь нет кода, чтобы встроить на страницу сайта и блога. Опять придется хитрым путем через картинки вставлять и скриншоты. Либо просто ссылкой делиться с читателями. Можно так. К сожалению, только одну такую красивую ленту времени можно создать. Но это вариант для красивых каких-нибудь больших проектов исследовательских, охватывающих большой период времени. Рекомендую его использовать. Ну, а вообще вы можете несколько аккаунтов завести и с ними работать. Ну, давайте от лент времени пойдем дальше. Осталось у нас совсем немного информации. Если вы создаете какие-то вещи, собираете, исследуете, связанные с географией, например, краеведческие маршруты какие-то исследуете, исторические даты, события, опять привязанные к местности, то можно создавать виртуальные маршруты, виртуальные экскурсии, карты интерактивные и всю собранную информацию представить в виде виртуальной карты. Какие здесь инструменты могут быть? Самый простой и самый бесплатный – это, конечно, Google Maps. Google Карта, я думаю, вам этот вариант знаком, неоднократно пользовались. Это на сегодняшний момент, наверное, самый простой и бесплатный из того, что всегда есть под рукой. Единственное, вам нужен Google Аккаунт, чтобы им пользоваться, а так, да, просто и удобно. Буквально за несколько минут вы можете собрать информацию на карту. Вот это я сейчас ссылку вам отправила. Это карта путешествий по книге Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Большая карта – это вообще-то коллективная работа, там много участников было в этой работе. Большой труд проделан, конечно. Как это все работает? Создаете карту, а дальше на нее нужно добавить метки, точки вашего виртуального маршрута. Ну, вот я Мурманск свою любимую вставила для примера. Карта тут же его нашла, обнаружила, выставила мне вот такую зеленую метку. Нажимаю на «плюс» – добавить на карту. Сервис русифицирован, поэтому там особо даже вопросов не возникает по работе. К тому же у Google есть поддержка, справочник большой, и там скрупулезно по каждому шагу все расписано. Добавляем объект на карту. А дальше к этому объекту вы можете уже добавлять информацию. Вот я ее в красную рамочку выделила, что можно добавить. Можно заливку сделать, можно текст написать, можно прикрепить картинку. А еще по ссылке можно видео с YouTube добавить. И к точке на карте будет привязана какая-то справочная информация об этом объекте. Очень просто, очень удобно. Можно и форму змачка поменять, и цвет изменить. По ссылке добавить можно не только видео, но и картинки. И все это сохраняйте, на карте точки остаются. Затем, если хотите, это не обязательно, но если вы хотите, вы можете их соединить в один маршрут. Нарисовать между ними линии. Я взяла два города и в Мурманской области. Выбрала опцию «Добавить линию фигуру». И у меня автоматически эта линия появилась между ними. Кстати, можно ее нарисовать и вручную. Если вы хотите не напрямик, а вот извилистую такую линию, если у вас там горы на пути или озера, чтобы их обойти, можно вручную рисовать этот маршрут. Ну и все, вы неограниченное количество точек можете создать в своей виртуальной экскурсии, столько, сколько захотите. К любой из них прикрепить тоже неограниченное количество информации. Google Maps позволяет делать коллективную работу. Вы можете пригласить других, только у них тоже должен быть Google Аккаунт для этого. И еще большой плюс, у этих карт есть так называемые слои. Это в том случае, если у вас местность одна, а маршрутов несколько. Например, у вас несколько исследовательских групп работают. Ну вот, например, у вас есть карта города. Одна группа создает виртуальный маршрут по достопримечательностям военных лет, а другая по литературным местам. Карта одна. Удобнее сделать два слоя и на одну и ту же карту нанести. Зритель может переключаться с одного слоя на другой. Сначала посмотрел один маршрут, потом переключился на другой. Удобно и зрителям, и тем, кто будет работать. Вот 10 слоев можно сделать на одной карте. Так что тоже хорошая вещь, можно попробовать. Еще одно детище от Google называется Tour Builder. Из названия понятно «Строитель туров». Тоже создает виртуальные туры, тоже по карте, тоже очень интересно смотрится. Здесь даже еще красивее все получается, потому что тут все двигается. Сейчас я вам отправлю две ссылки. Первая ссылка географическая, вторая ссылка литературная. Вот вторая ссылка очень интересная, мне нравится. Это маршрут Родиона Раскольникова по Петербургу сделана. Если первая ссылка – это по городам Кузбасса, ну, традиционный довольно-таки вариант маршрута. Вот по литературе это интересный вариант. Литературная экскурсия по литературным местам города – это интересная вещь. Поэтому и так, и так можно. И по городу, и по большим населенным пунктам. Как это все опять-таки делается? Нужен Google аккаунт. Заходите в свой Google аккаунт, создаете тур. Ну, вот у меня был тур по городам Мурманской области. Сначала нужно придумать название, затем небольшое описание. Ну, а дальше вот эта вот синяя кнопочка, которую я ввела в рамку «Добавить локацию» – «Add Location». Добавляем точки на карту. Неограниченное количество. К каждой точке можно добавить текст. Внутрь текста встроить ссылки, если вам нужно. Можно, если у вас историческая карта, можно даты какие-то прописать. Например, год основания города. Например, допустим. Дальше. К каждому объекту вы можете добавить 25 медиафайлов в общей сумме. То есть это может быть и видео, и аудио. Можете по ссылке грузить видео, а картинки загружать с компьютера. 25 – это довольно много. Это… ну, и количество точек-то неограничено. В общем, вы сделаете очень насыщенную экскурсию. И еще один плюс. Если вы по ссылке сейчас пройдете, там справа вверху будет такой значок меню с тремя горизонтальными палочками. Там можно открыть эту же самую экскурсию в режиме Google Earth – «Планета Земля». Вот, она у вас будет в 3D-формате. Она будет вращаться, переливаться, все красиво. Вот, можете попробовать. Может быть, вам так понравится. И можно один и тот же маршрут просматривать и традиционно по точкам, и вот в таком 3D-формате. Ну, и еще один мой любимый инструмент. StoryMap он называется. Сейчас отправлю вам ссылку на него. Это карта, совмещенная с презентацией. Здесь большой упор делается на тексты. Ну, вот ссылочка очень интересная. Посмотрите. Тоже исследовательская работа. Это вот по маршруту летчиков-испытателей. Да, мой тоже любимый, поэтому о нем не могла не сказать. Здесь презентация, совмещенная с картой. С левой стороны карта, справа – презентация. Листаете как слайды презентации, и эти точки на карте, они у вас отмечаются красненьким. Сразу понятно, где вы находитесь. Здесь все очень просто. Здесь по принципу презентации все делается. Есть титульный слайд, здесь название прописываем. Ну, а дальше добавляем каждый новый слайд плюсиком. Что можно к слайду добавить? Прежде всего, ссылку на точку на карте. Ну, вот у меня были города-герои. Я, например, выбрала Брест первой точкой на карте. Набрала его в поиске. Мне тут же показали его на карте. Я его добавила. Ну, а дальше сюда можно добавить ссылки на разные медиа-объекты. Картинку загрузить, ссылку, например, на видео с YouTube. Подписать, сделать небольшое описание этой картинки. А с правой стороны большое поле – это для текста. Сюда вы вписываете текст, описывающий вот эту локацию. Сохраняете. Внизу есть кнопка «Slide Option». Это для оформления слайда. Вы можете фон изменить, вы можете фотографию как фон поставить, какие-то шрифты поменять, может быть. Какие-то другие дополнительные элементы добавить на слайд. Ну, а дальше опять значок «плюс» открываем и новый слайд добавляем. Количество слайдов не ограничено. Количество виртуальных туров тоже не ограничено. StoryMap точно так же привязан к Google-картам. Поэтому нужен опять Google-аккаунт здесь. А все остальное абсолютно бесплатно. Готовую презентацию вы можете вставить на страницу сайта и блога. Точно так же, как и Google-карту. С ней можно точно так же поступить. Вот Tour Builder, он не вставляется, к сожалению. Там только по ссылке. Ну и, наконец, задержалась сегодня немножко. Я думаю, вы не в обиде будете. У меня осталось совсем чуть-чуть рассказать вам про способ представления информации, когда у вас ее очень много. И она очень разноплановая. Там есть и тексты, и картинки, и инфографики, и видео, и фотогалереи. В общем, вы хотите все-все-все собрать, объять необъятное. Есть такие варианты, когда можно объять необъятное. Это создаем лонгриды, так называемые. От английского длинное чтение – лонгрид. Это такие веб-страницы, электронные публикации, где вы собираете много разной интересной информации. И тексты, и картинки, и видеосюжеты, и, может быть, аудиообъекты. Для лонгридов существует более 14 сервисов самых разных. От самых простых до самых сложных. Я выбрала функциональные и несложные. Для рассказа. В общем, лонгриды – это такие истории длинные. Объем у них обычно 1500 знаков и больше. Это рассказывается интересной историей со всеми деталями, со всеми важными подробностями. Например, вы проводите большую исследовательскую работу, изучаете биографию какого-то известного человека. И собрали очень много информации о нем, самой разнообразной. Можно написать лонгрид и опубликовать в интернете. Можно, конечно, завести сайт или блог, и там все это выложить информацию. Но если вы не собираетесь долговременно с сайтом играть или блог ввести, то можно просто сделать единичную публикацию в сети, но затем ее распространять уже. Будет у вас лонгрид. Три инструмента опять-таки здесь. Первый инструмент называется Сутори. Хороший сервис. Он вообще-то изначально себя позиционировал как сервис для лент времени. И там действительно можно бы сделать привязку к датам и событиям, но она не обязательно. Вы можете очень много разноплановой информации вставить в эту ленту времени и ее распространить. Вот одна из этих ссылок. Автор этой ссылки сейчас присутствует на вебинаре. По-моему, я его видела. Вот, похвасталась. И своей работой, и чужой работой. Первая про белого мишку, вторая про творчество Льва Толстого. Сервис Сутори. Что он позволяет добавлять? Да много чего. Тексты, фотографии, аудио, видео, опросы, ссылки. Можно даже форум устроить, общение, чат, по сути. Можно любые встраиваемые объекты добавить по коду. То есть здесь практически все, что можно, можно вставить внутрь одной этой истории. К сожалению, они опять монетизировались, и у них демо-версия всего 14 дней, 2 недельки, для того, чтобы создать интересную публикацию. Но даже этих возможностей хватает. Вполне можно успеть за 2 недели что-то хорошее сделать. Здесь есть кнопка «Share». Она позволяет приглашать к соавторству других участников. Совместную работу можно устроить. И даже если у вас демо-версия закончится, функция совместной работы все равно останется. Когда демо-версия заканчивается, то у вас остается только опция текста и картинки, к сожалению. Больше ничего вставить нельзя. Но внутрь текстов можно еще ссылки добавить. И все, пожалуй. Это грустно. Но вот 14 дней сервис в вашем распоряжении. Вся информация добавляется в виде блоков. Выбирайте просто блок из списка, ну а дальше его заполняйте. Вот блоки перед вами сверху список. Весь тексты, картинки, видео, аудио. Ну я, собственно, все это перечисляла. Есть кнопка «Embed» для встраивания любых объектов, каких захотите. Есть две кнопки для игр и викторин. «Multiple choice» – это викторина. «Matching with» – это «Найди пару игра». Интересные блоки «Знали ли вы?» Ну и заголовок отдельным красивым блоком идет. Все очень просто. Вот я тут набросала, как заполняются эти блоки. Тексты к ним прикрепляются ссылки. Можно немножко поформатировать, увеличить размер, жирность и так далее. В викторине задаете вопрос, несколько вариантов ответа, отмечаете правильный. Ну а дальше эти блоки на вашем листе вы можете менять местами, двигать, перемещать, в любом порядке их перестраивать, как считаете нужным. Хороший сервис, жалко, что небольшой срок у него действия. А вот этот сервис я узнала, вернее, давно я о нем знала, освоила только недавно. Он мне понравился, я его включила. До этого ни на одном вебинаре не рассказывала, так что премьера сервиса сегодня – Adobe Spark. Вообще, с Adobe мы наверняка все знакомы. Вот это Adobe Photoshop, что там у него еще есть. Еще другие программы, которые безумно дорогие и платные. А есть у него бесплатный сервис – Adobe Spark он называется. Он доступен и на мобильных устройствах, и на компьютере есть. Браузерная версия. Он позволяет создавать картинки, коллажи, флайеры, постеры. Можно видео создать, очень симпатично получается. И можно создавать как раз веб-страницы, электронные публикации, лонг-риды. Я сделала такой лонг-рид про Гранд Макет Россия. Здесь все очень просто. Здесь тоже блоковая подача информации. Выбираете нужный блок и его заполняете. Все блоки я в красную рамочку выделила. Фотографии, тексты, кнопки – это интерактивные. Интерактивные кнопки с какими-то ссылками. Если вы хотите сослаться на что-то, можно вставить такую интерактивную кнопку. Видео с YouTube. Фотогрид – это коллаж. Глайд-шоу – это необычные такие слайд-шоу, когда одна картинка плавно переходит во вторую. Но еще есть сплит-лейаут. Это последний шаблончик здесь. То есть это двухколоночная такая опция. С одной стороны будет картинка, с другой – текст. Или наоборот, как вы решите. Выбираете любой из этих блоков и дальше его начинаете заполнять. Есть значок «плюс», выбираете блок, он у вас появляется, вы его заполняете. Например, я выбрала опцию «картинка». И мне внутри этой опции еще много разных других добавочных. Можно на всю страницу ее развернуть. Можно сделать маленькой. Можно сделать ее узкой и широкой. В общем, тут вот шесть, нет, пять разных опций, каких захотите. Можно поверх текст написать, если картинка большая. В общем, выбираете, осматриваетесь. Количество картинок не ограничено, и вообще он абсолютно бесплатный, этот сервис. Вот шаблончик. Это уже коллаж. Про мобайл. Все ресурсы корректно отображаются. Adobe Spark абсолютно точно корректно отображается. Google карты тоже должны корректно отображаться. Все, что с Google картами связано, они подстроены под мобильные устройства. Что еще? Story тоже должен работать. Мне кажется, что большая часть этих сервисов на мобильниках будет работать. Там уже надо индивидуально смотреть. От технических особенностей мобильника тоже много что зависит. Но вообще-то вот все эти сервисы, они адаптированы для мобильных устройств. А Adobe Spark вы можете прямо на мобильнике создавать пальчиками. Вот шаблон коллажа. Загружаете много-много разных фотографий. Вам тут же предлагают шаблончик. Вы меняете местами, увеличиваете, уменьшаете. Кстати, в самом лонг-риде можно щелкнуть по любой фотографии, она откроется в полном размере. И можно более подробно ее рассмотреть. Что еще? Ну вот, пожалуйста, как вариант, вот две фотографии в коллаже. Их можно менять местами. Как-то относительно друг друга позиционировать, добавить еще подписи, увеличить их и так далее. Что касается текстов, вот с текстами тут не очень все хорошо, потому что здесь минимально. Можно текст просто делать побольше и поменьше, и все. Но с одной стороны плохо, с другой стороны зато быстро получается. С левой стороны есть еще функции дополнительного оформления. Вы можете не просто белый лист, а вот красивое какое-нибудь оформление выбрать. Там уже шрифты вмонтированы, и все кириллицу поддерживает. Поэтому можно красиво еще как-то это все оформить, когда у вас все готово. Ну а дальше вы получаете ссылку и код. Можно встроить на страницу сайта и блога все это великолепие. Можно делиться ссылками. Все бесплатно и неограничено. Вот. Ну и последнее на сегодня – сервис Свай. Это для тех, кто любит Windows. Это детище Windows. Microsoft. Microsoft предлагает сервис для создания… Ну, они говорят, называют это презентациями. Хотя на самом деле это не совсем презентация, это все-таки больше лонг-риды. Вы нужно зарегистрироваться, получить для… Как это называется? Учетная запись Microsoft это называется. В общем, если у вас ее нет, вам ее предложат получить. Сейчас я ссылку отправлю. Да, виртуальные выставки отлично в нем делаются. Да, в общем-то, любую информацию нужно сделать. Он тоже абсолютно бесплатный и без ограничений. К тому же на русском языке. Заходите, нажимаете «Начало работы». Можно начать с нуля. А можно загрузить готовую презентацию PowerPoint, если хотите. И вам на основе вашей презентации сделают лонг-рид. Я и так, и так попробовала, и так, и так, в общем, получается неплохо. Нажимаем, например, на кнопку «Создать» и начинаем создавать презентацию. Ну, вот я загрузила готовую презентацию. У меня когда-то была такая про мобильное устройство. Он мне сразу предложил вот такой шаблон, синенький. Мне он не очень понравился. С левой стороны есть другие шаблоны для оформления. Тут их много. Можно выбрать все, что захотите. Можно сделать вертикальный. Можно горизонтальный пролистывать, как слайды презентации. Вот в красной рамке «Варианты оформления». Выбираете, вам тут же все перестраивают, и шрифт, и оформление. Ничего вручную тут делать не надо, все автоматически. Это если готовая презентация, он каждый слайд сделает отдельной картинкой и текстом. А вы внутри можете, конечно, это все отредактировать, что-то убавить, что-то добавить. Если другой вариант, если с нуля начинать, то будут вот такие карточки события. Каждую карточку добавляете значком «плюс», а внутрь добавляете картинки, тексты, видео, аудио. В общем, практически все. Сразу говорю, готовую работу сохранить никак не получится. Единственное, если у вас стоит Windows 10, и у вас вот этот вот слайд есть в списке программ, тогда вы можете с ним работать даже без подключения к интернету. Так что откройте списочек программ, посмотрите, в Windows 10 она есть, она бывает, и тогда в ней можно работать офлайн. Без подключения к интернету можно вот прямо внутри нее работать. Если у вас такой программки нет, то только в онлайне, но можно встроить на страницу сайта и блога по коду. Что можно добавить сюда? Да вот списочек всего. Я открыла вкладку «Мультимедиа». Здесь картинки, видео, звуки, любые встраиваемые объекты. Можно добавлять слайд-шоу, можно фото-галереи интересные добавлять. В общем, тут много чего. Не один час потратите, пока все рассмотрите. Очень красиво в итоге все выйдет. Кроме того, тут есть всплывающие подсказки и есть большой справочник. По этому сервису. Вот он так выглядит. Вы начинаете работать, вам всплывают подсказки. Ну и в справочнике это все в скриншотах тоже показано. Это как раз скриншоты справочника. Так что не заблудитесь. В этом сервисе он очень приличный. Здесь и хорошо картинки редактировать, и тексты приятно. Поэтому тоже советую, рекомендую. Он на русском языке. У него появилась опция совместной работы. Вы можете соавторов пригласить, кнопочка с человечком, скопировать код, вставить на страницу сайта и блога и делиться ссылками. Все теперь точно. Теперь на этом я все закончила. Информацию, которую хотела рассказать, я вам рассказала. Я надеюсь, что информация все-таки была вам полезной, пригодится в работе. Если есть какие-то вопросы, я какое-то время еще здесь посижу, подожду. Если вопросов нет, то большое спасибо за то, что вы пришли. Я не ожидала, что столько людей сегодня будет на вебинаре. Очень приятно вас всех видеть. Ну, увидимся уже в следующем месяце. У меня в июне три последних вебинара в этом учебном году. Продолжу ознакомить вас с разными сервисами и рассказывать то, что знаю. Спасибо большое. Здесь у меня на слайде мои координаты, если вам нужно будет. Ссылка на мой блог. Каждую неделю у меня в блоге новый пост про новый онлайн-сервис. Завтра премьера нового сервиса в блоге. Ну и группа на Фейсбуке. Если кто не знает, присоединяйтесь. Про презентацию. Можно еще раз про презентацию. А, вот, которую я сейчас вам показывала. Презентацию можно скачать сейчас еще в папке ресурсы. Пока вы здесь находитесь в виртуальной комнате, то серая папочка, значок нажимаете, открывается. Она так и называется, сервисы для исследовательской работы. Рядом зеленый значок «Скачать». Нажимаете, она у вас сохраняется на компьютер. Единственное, что если вы со смартфона сейчас, на смартфон не скачается, а на компьютер должно скачаться все. Ну, я постараюсь не обращать внимания на скучающих слушателей. Я понимаю, что на всех не угодить. Если уже продвинутый пользователь уже все на свете знает, ну, конечно, ему будет неинтересно. Мои вебинары больше для тех, вот, для таких, как я, гуманитариев, которые только осваивают информационные пространства. Спасибо большое за добрые слова. Надеюсь, мы увидимся в следующий раз. Всего доброго!